нужно делать операцию я уже утром была в больнице у хирурга потом расскажу прибежала домой нанесла крем со спевзащитой а то у нас солнце что-то так жарило но сейчас почему-то ничего нет короче перекусила и еду в платную клинику делать снимок вот жду пока проявят снимки забрала снимки ничего не понимаю но это и не мудрено а ну давайте свой диагноз ну что сходила я врачи какие-то невразумительные женщина ну как девушка врач скорее всего да которая просто мне кажется сама не знает что сказать что ответить снимки эти нафиг не помогли мне кажется какую-то подушку посоветовала и сказала чтобы я на ней сидела постоянно чтобы везде ее с собой носила где нужно сидеть вот представьте да я с такой подушкой круглой надувной залезаю в транспорт это просто нонсенс ну так вот она сидела это врач и не знала вообще что мне сказать чтобы такое наверное придумать вот честно по лицу проглядывалось то что человек просто даже не знает что посоветовать ну направьте меня к другому врачу ну скажи что-то в разумительное нет вот эту подушку как подголовники какие-то вот такую нужно подушку с кольцом внутри чтобы было пусто и в общем сидеть мне так постоянно какую-то гимнастику по поводу гимнастики я конечно промолчу что может быть это и нужно да может быть это и нормальный совет но по поводу подушки ну это жесть просто я конечно ничего не хочу сказать дома может быть таким можно пользоваться но в основном мне не дома больно как бы сидеть мне больно вот в транспорте на кочках вот этих на поворотах всяких у нас же водить не умеют поэтому очень тяжело ты сидишь и ты летаешь по этим сидушкам ты постоянно вот так вот дергаешься на кочках я думаю даже у здорового человека что-нибудь да заболит от такой езды просто хотелось знаете чего-то какую-то информацию получить такую из-за которой я бы пошла что-то сделала ну я ее не получила я просто когда услышала про эту подушку гимнастику я чуть не заржала просто я еле сдержалась и она сидит ей еще видно по ней что ей неудобно да как-то об этом говорить она запиналась заикалась не знаю как-то жесть и я потом просто не выдержала говорю ну я слышала такое что можно копчик этот выровнять да такое есть в общем дала мне направление к другому врачу в другую больницу и вот такие вот дела в понедельник аж пойду к тому врачу со снимками что она мне скажет ну это не дело я хочу чтобы мне исправили ой короче посмотрим завтра я пру женскую консультацию с самого утра чтобы записаться на прием к врачу на какое число еще сама не знаю какое будет свободно наверное вот такие вот дела я еще сегодня утром пошла в туалет закрылась там соответственно но в итоге потом не смогла открыться потому что у нас забарахлил замок на двери когда мы еще въехали парень подкручивал его и он как-то туго так закрывался в общем я его просила открути подспусти немножко ну в общем получилось так что я закрылась и не могла вообще не выйти ничего орала там в ванной это хорошо что просто еще парень не ушел на работу а то он мог уйти и я бы там бы сидела до сих пор наверное я бы там бы сидела пока он не придет с работы просто умерла бы наверное с голоду там благо туалет хоть рядом знаете прописали вчера мне еще свечи от боли знаете что хочу сказать во первых опыт такой опыт знатный я вам скажу но сам факт того что да обезболивает но потом блин боль мне кажется даже хуже стало как-то все потом после окончания наверное препарата все как-то усугубилось еще больше начал болеть копчик причем боль такая ярко выраженная не такая где-то что-то там завуалировано да и где-то я там пытаюсь как-то не садиться как-то не ложиться чтобы не болело у меня да а тут уже хоть как-то что-то сделает оно все равно болит и все короче в общем поэтому я и не пью и не употребляю никакие таблетки я не горжусь этим но вот это именно моя какая-то позиция чтобы у меня не болело я не употребляю никакие лекарства потому что ну во-первых отсрочить да употребление всех этих препаратов почему бы и нет если есть возможность перетерпеть так сказать зачем забивать свой организм этими лекарствами препаратами чтобы потом блин у тебя просто уже иммунитет ко всему был и вот каждый раз принимая какие-нибудь препараты я убеждаюсь в своей правоте что смысла особо-то в них и нет да сейчас они тебе помогли но потом блин в два в три раза еще больней становятся ну поэтому отнесу их в аптечку и не буду ими пользоваться по крайней мере сейчас блин я опаздываю кто бы мог подумать сейчас такая рань я думала опоздаю короче там можно записываться пока список не закончится записалась сначала один раз ну на один день на понедельник уехала потом в автобусе думаю блин вот я протормозила надо было две записи сделать чтобы второй прием сразу прийти уже получить анализы и в общем сделать все дела уже за одну неделю потому что это запись на следующую неделю а потом на следующей неделе в четверг запись будет на еще одну неделю короче протормозила я в общем вышла на остановке ближайшей пересела доехала снова до больницы и записалась еще на один день потому что блин ну так удобнее будет реально надеюсь что так можно вообще как бы а то я даже не спрашивала с утра пораньше бегаю туда сюда блин ну как говорят дурной с дурной башкой покоя нет в общем что-то как-то так решила пройтись через парк вообще ни единой души обычно мамочки с колясками тут с собаками люди гуляют ну в общем никого сходили в бассейн сегодня с самого утра думали продлить пропуск бассейн закрылся какая печаль-то в общем я с масляной башкой тосаюсь по гору доброе утро у нас погодка шепчет вообще у нас третий день уже тепло и это не шутки вообще не шутки я не шучу на самом деле это круто мы выходные офигенно провели я ничего не снимала потому что мы отдыхали на природе мы просто вот слились с природой так сказать и это было супер а сейчас я собираюсь в больницу уже собралась вернее и нужно за час наверное выйти хотя да нет наверное за час выйду если что лучше там посижу потому что мало ли какая там очередь сейчас может быть пройду раньше чем записывалась хочу взять с собой свою камеру у нас кстати наконец-то огородили мусорник потому что он был не огорожен весь мусор прям в сквер вело потому что коты собаки достают его постоянно и все его разносят ветром но все равно немножко мусор валяется ну а так в принципе чище чем было я еще вчера так поскрабила губы жестко что они у меня сегодня покрылись коркой такой именно жесткой полопались и ни один бальзам не помогает ни кармекс ни масло какое-то от масла они еще жестче становятся просто жесть какая-то скрабила я их обычным скрабом не делайте так на полчаса раньше приехала буду теперь сидеть там ждать ну все одно дело сделано теперь осталось я забыла еще полис мне нужно забрать сегодня как раз и травматологию нужно пришла за полисом а девушка ушла на обед вот почему не дождаться без 10 взяла и ушла а я теперь не знаю когда приду сюда и заберу полис в общем супер в парке никого раз я не успела забрать свой полис блин зашла купила овощей пойду домой а идти я буду через парк прогуляюсь как раз подышу свежим воздухом а то сегодня целый день на транспорте блин задолбала посижу немного потом дома и после я хочу одеться во все спортивное поехать в спортивной одежде в больницу с рюкзаком соответственно и после уже господи птичка я чуть не подпустила и короче после больницы я хочу пробежаться через парк я не знаю как это у меня получится или нет но в общем я надеюсь у нас сегодня такая духота я просто не могу в джинсах просто невозможно нужно было платьишко какое-нибудь напялить но я платьишки ношу только с парнем угу влила себе кукурузку вареную горячую это будет мой обед и квасочек лифты такие страшные здесь доисторически иду пешком на 9 этаж 7 и все больше нет лестницы нашла выход на лестницу сходила сходила в общем нужно делать операцию в общем почему нужно делать операцию копчик который я выбила давно он в том месте где я его выбила там же прослойка хрящей между позвонками он уже там закостенел выбит он у меня получается не прямо а как-то под изгибом каким-то в общем кривой он у меня доктор пытался выровнять его через задний проход в общем ничего не получилось вернее могло бы получиться просто он почувствовал что большое сопротивление и не получится выровнять он может его сломать мне и получится что я там и сознание потеряю и в больницу мне сразу ложиться придется а это просто халатность врача получится ну никто рисковать так не хочет правильно поэтому он мне сказал про операцию нужно разрезать место самого копчика доставать вот эти согнутые позвонки удалять их и будет мне счастье я спрашивала про реабилитацию после такой операции как бы просто место деликатное не сидеть не лежать нельзя ну именно на спине поэтому как-то так волнительно есть вариант физиотерапия как врач у которой я была до сегодняшнего врача сказала мне можно поделать какую-нибудь гимнастику еще какую-то хрень там таблетки мне прописала у меня просто сильно болит и мне нужно что-то действительно то что мне поможет а не то что может быть поможет немного в замешательстве но действительно сделать наверное физиотерапию попробовать а потом если уж прям совсем все жестко то операцию но мне кажется это лишь только отсрочка будет операции на самом деле потому что я реально даже вот сейчас сижу обычно на стуле ничего такого но мне больно мне больно даже штаны надевать в автобусе ехать лежать даже когда долго лежишь какое-то время там сериал смотришь я не знаю просто монтируешь видео лежа потому что ну не хочется тебе сидеть болит просто очень сильно или просто действительно не хочется сидеть да хочу поваляться в кровати и вот спустя какое-то время ты встаешь и встать даже не можешь тебе больно это в ноги отдает короче если бы я обратилась к врачу когда только выбила этот копчик то было бы мне счастье просто по свежаку можно было еще выпрямить а так рискованно никто просто не будет это делать решили выбраться прогуляться в общем не хочу я сидеть дома не хочу не хочу не хочу Продолжение следует...